Привет, дорогие друзья! Поздравляю вас с 14 февраля! Конечно, вы это смотрите позже, но все равно сегодня у нас День влюбленных. Кстати, в Финляндии это называется День друзей. Так что не только влюбленные друг другу пишут валентинки, разные дарят приятности, а друзьям друг другу тоже. Ведь любовь это не только романтическое чувство. Мы сегодня с Ярмой пойдем ужинать, но сейчас понедельник, рабочий день. Ярма уехала на работу. У меня на кухне лежит нераспакованный подарок на секундочку. Я его обнаружила только когда Ярма уехала. Я говорю, а что это такое? Он говорит, нет, теперь все, поздно, жди меня. Я догадываюсь, что там, конечно. Но я не знаю конкретно, какого цвета. Так что буду ждать. Ну и мой подарок рядышком я тоже положила. Уже смонтировала одно видео, и сейчас буду монтировать второе. У меня вообще эта неделя такая активная, потому что в конце этой недели уже, да, в субботу, мы уезжаем в Ора. В пятницу к нам приезжают Миана и Ярмин Папа. Ярмин Папа останется здесь с кошками и с кроликом. А мы втроем поедем в Ора. Это на севере Швеции. Мы будем там кататься на горных лыжах. Потому я купила всю эту экипировку, которую вы видели ранее. Так что я хочу подготовить видео, потому что вряд ли я там смогу монтировать. Я помню просто, как это было года три назад, когда мы там были. Ты приходишь домой уже так вот вечером, и с утра рано ты встаешь, чтобы ехать кататься. Поэтому, в принципе, я буду только снимать. Снимать мы точно будем. Ярма даже сказала взять дрон обязательно, потому что он хочет поехать на какой-то самый большой водопад в Швеции. И там полетать с дроном вокруг него. Так что мне нужно подготовить хотя бы одно видео. Я уже даже знаю, как оно будет. И в следующий вторник вы увидите видео о разборе моего гардероба. Я там переорганизовываю. Мне сейчас там так нравится. Вы знаете, небольшие изменения, но мне туда приятно заходить. Мне там прям вот дышится легче, свободнее. Я вообще люблю переорганизовывать гардероб периодически. Все это пересматривать. Так что вы знаете все мои планы. Добро пожаловать во влог. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю, что и на андроидах тоже что-то подобное есть. Но у нас у обоих айфона. А я тут уже в спортивной форме. Я вчера тоже была в спортивной форме, на секундочку, но никуда не пошла в итоге. И тут мне еще мама, знаете, поддержка мамы просто бесценна. Она говорит, ну так же, как я два раза уже отболела ковидом. Она говорит, Настя, я вот тут слушала, ты в баню не ходи, потому что при восстановлении... Как раз, может быть, поэтому у меня такая красная кожа в том влоге была после сауны, слишком высокой температуры. И, может быть, не очень даже полезна для здоровья. Он говорит, и со спортом аккуратнее, если чувствуешь, что ты не хочешь, не ходи. Ну, мне мама заботится, конечно же, обо мне. Поэтому я думаю, ну вот чувствую, что я не хочу, не пойду. Но вчера был очень продуктивный день. Хотя я не пошла в тренажерку, но я смонтировала целых два видео. А сейчас я уже позавтракала, у меня уже все улеглось. Мне уже просто надо встать и пойти. Вот я сейчас встала, я больше не сяду. Все, я не сяду, я иду в тренажерку. Ярма мне еще говорит, иди уже, иди, иди. Мотивирует. Я еще после тренажерки хочу зайти в зоомагазин. Нужно купить наполнители для кошек, еду для кошек, для кролика наполнителей, сено подготовиться, в общем, к неделе, когда нас не будет. Такой план. А еще сегодня надо мне погладить. У меня память стала не очень, так что если мне что-то приходит в голову, я сразу записываю. Вот, например, рассказать про отсутствие цветов и как я вставляю вишлест. Рассказала. А посылки мне еще нужно будет забрать. Сходи в тренажерку, сейчас схожу, протереть пыль, погладить. А еще смотрите, какую я штуку классную здесь повесила. Сейчас покажу. Проводочек идет вот к этой розетке. Здесь нажимаем и хоп. Здесь все включается. Я в замечательном освещении, потому что здесь такое дурацкое освещение в этой прихожей. И зеркало большое. Я все время пытаюсь себя снять. Ну вот я вам показывала, да? У меня один лоб светится. А теперь вот все лицо. Все, все, я пошла. Я это сделала. Я вернулась в тренажерке. Я съездила в зоомагазин, накупила сено, пеленок, корма. Огромную тележку. Забрала посылки. У меня там на самом деле еще огромная коробка. Два больших пакета. И еще завтра один пакет жду. Это будет шоппинг-холл. Вам еще понравилось смотреть на одежду, которую я примеряю, которую себе выбрала. И кто-то мне даже сказал, Настя, давай пойдем в магазин вместе с тобой и будем там мерить коллекции. Я не очень люблю ходить по магазинам, поэтому я решила заказать эти все коллекции домой. Ну, естественно, то, что мне нравится, конкретно то, что я бы носила. И сделать это в видео и померить все для вас. И показать, как бы я это носила, с чем. В общем, надеюсь, вам будет интересно. Так что жду посылку завтра. Надеюсь, до отпуска это успеть снять. Но если нет, то сделаю после. Первая посылка. Как я уже давно ждала, я нашла это со скидкой. И я очень надеюсь, что это работает. Это зарядка для MagSafe. Она вот так вот лежит, заряжается. Либо вот так. Можно что-то смотреть. Точно говоря, она не очень крепко держится. Мне кажется, что Dexter, проходя, может это просто снести. Класс. Зарядка USB-C с двух сторон. И как бы... Как бы... Ладно, сейчас я подключу, попробую, посмотрю, как это все работает. А, ну здесь, по-моему, ничего интересного. Рабочие инструменты. Карточки. Подключила. Хоп. Хоп. Ну, класс. А если я еще вечером хочу посмотреть какое-то видео, например, засыпаю, я вот так просто поставлю его. Оно будет заряжаться. А я буду смотреть. Ну, по-моему, отлично. И никаких проводов. А, еще это, кстати, лампочка. Она там сзади загорается. Ярче, ярче. А вот это вот мигает уже. Хи-хи-хи. Вы знали, кстати, все про лайфхак? Вот с этой штукой. Что вот эта дырка, это не просто так. Это одна порция. Через нее спагетти посухие пропускайте. И вот это столько, сколько обычный человек съест. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас там еще сушится. Кстати, ребята, хотела вам кое-что посоветовать. Если вдруг у вас, ваш молодой человек или муж, такой же чувствительной кожи, как и мой, вот знаете, чтобы только мягенькая трогала его нежную кожу. Рубашки Томми Хилфигер, у них самый-самый мягкий хлопок. Я не знаю, он прям, ну, как руки младенца. Я не знаю, это очень-очень мягкий. И Ярма безумно чувствительный. И для него вот это вот самая комфортная рубашка. Так, я погладила. Завтра у нас среда. Я думаю, что завтра я начну готовить спальню к гостям. У нас случилась такая ситуация с Мияной. Точнее, с ее мамой. Она заболела ковидом. У Мианы вроде бы пока нет симптомов. Но, в общем, мы держим пальчики вот так, чтобы она не заболела. Потому что, если она заболеет, она, конечно же, тогда не может поехать на лыжах кататься. Это будет очень грустно. Ну, и нам без нее скучновато будет. Ну, значит, они должны были изначально приехать с папой моего мужа в пятницу. Теперь папа моего мужа приедет в четверг, чтобы им вдвоем не лететь. Ну, знаете, вот прямо безопасность мы хотим. Потому что больше всего они переживают за то, что заболеет папа. И, ну, так как он уже взрослый очень. И то, что он потом еще и маму заразит, Ярмину. Поэтому мы Миану и папу разделяем. У нас вроде бы как антитела. Они летят на разных самолетах в разные дни. Ну, плюс, конечно же, Миана еще тоже сделает ПЦР, просто чтобы убедиться, что она здорова. Но на всякий случай все равно мы им не дадим трогать друг друга. И поэтому Миана будет здесь на надувной кровати в моем офисе спать. Но это буквально одну ночь. И потом мы поедем вора. А папа будет наверху в своей комнате. С кроликом никто не будет спать. Потому что у папы аллергия на кошек. Но он нормально с ними живет. Единственное, что спать он любит без них, чтобы не было дополнительной там шерсти. Вот. А в четверг мне нужно будет его научить, как ухаживать за кроликом. Как ему там все менять. Как его поднять, если вдруг. Если он его поднимет. Если он его возьмет на руки. Я просто подарю ему медаль. И он будет ему стричь ногти тогда. Потому что оказывается, кролику надо тоже стричь когти. Мне вот интересно, ветеринарки делают такую услугу? Потому что собакам стригут. Кошкам стригут, только если какие-то процедуры делают. Может быть, кроликам тоже стригут. Потому что я когда трогала его лапки, он, знаете, не в восторге был. Он такой... Еще фыркает. Ага. Подстригим. Я знаю, что он умеет делать. Как он умеет защищаться. Кстати, обратите внимание, что происходит на заднем плане. Ну что это? Ну что это? Ой. Разве можно быть таким красивым? Можно разве? Это разве законно? Ой, че мой сладенький. Сладенький мой пирожок. Сладкий пирожочек. Сладкий пирожок. Сладкий пирожок. seventyrей. Всем доброе утро, дорогие друзья Я сегодня на самом деле проснулась не в самом хорошем настроении Точнее, я проснулась в замечательном настроении Очень счастливой Потом прочитала очень неприятное сообщение Которое у меня пришло в личное сообщение в инстаграме И после которого мне, знаете, хотелось долго мыться Такое прям вообще И вспомнила потом про Евгению Стрелецкую Мне она очень нравится как психолог И недавно в ее одном из недавних видео Она как раз рассказывала про такой метод Когда тебе что-то не нравится Ты просыпаешься и пишешь Прямо, знаете, как терапия Засекаешь таймер и полчаса пишешь Даже если тебе нечего писать Ты просто сидишь, думаешь об этом Что-нибудь да придет Пишешь, пишешь, пишешь Разговариваешь Так же, например, можно пережить плохие отношения с папой Или когда не было папы Вот ему писать письма Все это выговаривать И это как бы облегчает внутреннее состояние Я так понимаю, что я используюсь как этот чистый лист Как раз Которому можно написать все то, что не нравится Все, что плохо на душе Нет Так это не работает Не надо это писать другому человеку Когда мы очень счастливы По-настоящему Мы делаем людей вокруг нас тоже несколько счастливее А если мы им говорим фигню какую-то Пишем неприятные вещи, после которых хочется мыться долго Мы их не делаем счастливее Так вот, счастье наше и людей вокруг нас В наших руках Если что-то не нравится Попробуйте такую терапию У меня другое Я записала предыдущее видео, которое я не буду выкладывать Где я сказала все, что я думаю Но я не буду использовать свой влог Как этот чистый лист И выплескивать все эти негативные эмоции туда Я записала, удалила этот файл И мне просто реально стало лучше после этого Я уже пошла вот Закрутила волосы И пока стояла, думаю Вот, теперь у меня снова хорошее настроение Ребята, этот способ так работает Вы либо пишите, либо, как я, записываете видео Можно даже его не пересматривать Его не надо Вот просто вы это выговорили Вы как будто бы это сказали Выплеснули свои негативные эмоции И дальше можно продолжать жить день С настоящими счастливыми чувствами А не фигнёй какой-то в голове Попробуйте, если у вас плохое настроение Когда я думаю о том, как мы уже были Когда я думаю о том, что это было Я знаю, что я так хорошо 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 Моя упаковка идёт полным ходом Моего чемодана Здесь я уже упаковала Свой комбинезон для лыж Взяла с собой вот такую куртку Если вдруг будет холодно Я могу сверху комбинезона надеть Здесь у меня термобельё Разные синтетические Вот такие вот прям кофты Чтобы не замёрзнуть Мои тёплые варежки Здесь ещё нижнее бельё Которое... Вот это вот натурально Не знаю, как будет в нём Чувствовать себя Но попробую Вот это вот, кстати, очень классные штуки Это для того, чтобы греть руки Когда распаковываешь этот пакетик Идёт реакция И через 20 минут Они уже тёплые Можно положить варежку И наслаждаться тёплыми руками Здесь у меня длинные носки Здесь тоже термобельё И вот такая вот сумка Я в ней буду держать Эту камеру, на которую я сейчас снимаю Чтобы влоги снимать И, наверное, или телефон Для телефона, конечно, там есть кармашек в комбинезоне Ну, посмотрим В общем, сумочка С сумочкой буду кататься И кроме того Это, в общем-то, моя ежедневная одежда И три раза мы пойдём на ужин На три вечера у нас запланировано Я возьму с собой вот эти вот Ну, там, знаете, уютненько всё Очень casual Возьму с собой вот эти вот штаны Шорстяные И этот свитер Джинсы И этот свитер И вот этот свитер Штаны Которые, если вы помните Их нельзя было стирать Я дала их в химчистку Мне их вернули с какими-то разводами серыми И, в общем, они как будто полинявшие И грязнее, чем были Посмотрите Вот видно Видно же, да, вот это вот всё Я очень расстроена И я пойду их сейчас постираю На ручном режиме в машинке Посмотрю, как это они выдержат Надеюсь, что выдержат Но это натуральная шерсть В принципе, ничего не должно случиться Просто на ручном режиме Чтобы она не уменьшилась сильно А ещё, ко всему прочему К моим всем уходовым средствам Которые я возьму Обычному уходу Я взяла вот такой вот крем Веледа Веледа Бэйби Я только сейчас заметила Это для лица Чтобы оно не обветривало В нём нет воды В нём есть какие-то масла В общем, так как мы По понятным причинам Большую часть времени Будем проводить на улице Скорее всего и ветер А может быть там и влажная погода Может быть и мороз Вообще пока непонятно Вроде бы минус 7 Но может поменяться температура Вот А шлем и ботинки Поедут отдельно В багажнике Мы же на машине едем Я не помню, говорила или нет Нам ехать в районе Часов 8 Примерно так В зависимости от погоды В зависимости от пробок Навигатор говорит 6 Но мы ездили туда 3 года назад И у нас заняло это 9 часов Мы останавливались Ну пару раз буквально Там были пробки сильные Ну че, ты мой зайчик Еще, кстати, что хотела вам рассказать Несколько раз мне попадался Такой вопрос в комментариях По поводу покупки дома У меня же даже плейлист отдельный Как мы ходили, выбирали дом Смотрели то, что нам предлагается И пока что Мы не передумали покупать Но мы это отложили Я уже рассказывала, что этот дом Мы снимаем Но снимает этот дом для нас Компания мужа Какую-то часть мы тоже за него платим Но это налог Это то же самое, как за машину Здесь, если в России Для тебя снимают квартиру компания То ты ничего за это не платишь А здесь нужно платить еще налог Но для нас это в любом случае Сейчас выгоднее, чем покупать дом Но, естественно, за дом нужно будет платить больше И пока что есть такая компенсация на работе Как аренда этого дома Хозяева этого дома Не собираются пока возвращаться Они живут в Канаде То мы решили продолжить снимать Просто от того, что это выгоднее Если хозяева этого дома захотят вернуться И в этот дом И прекратить с нами контракт Они нас должны оповестить за три месяца Это будут три месяца За которые нужно будет переехать Или что-то другое решить Но мы пока об этом не думаем Будем решать проблемы по мере поступления Если вдруг они скажут Вы знаете, что, мы возвращаемся То уже тогда будем принимать быстрое решение Купаем, переезжаем Что делаем вообще? Ну, тем более, что пока мы искали дома Вы сами видели Мы не нашли ничего Что было бы лучше для нас Чем этот дом Этот дом может быть не совсем идеален Для семьи с детьми С двумя детьми Потому что здесь, если честно Не так много хранения Здесь вот эта вот комната Позади меня Офис Она вроде бы может быть и спальней Но потому что у нее двери вот так закрываются Там никакой шумоизоляции Если кто-то здесь смотрит телевизор Да, ну как-то вот не очень И наверху две очень маленькие спальни Там хранение, я не знаю Ну чисто для гостей, если честно Потому что у ребенка же тоже достаточно много одежды Но если только у младенца Там маленькая одежда, она занимает мало места Но вообще шкафчики, которые там предусмотрены Встроены, это смешно Мы любим жить в большом доме В большой, до этого мы же в Петербурге жили В большой квартире Потому что к нам приезжает периодически семья Ярма Либо если гости приезжают Очень классно, когда есть свое какое-то пространство у гостей Есть с отдельным туалетом Поэтому если есть возможность, конечно Сейчас уже Ярма приедет с работы, с тренажерки И буду паковать его сумку И еще мне надо видео это смонтировать Вот это вот видео мне надо смонтировать Этим я займусь прямо сейчас Поэтому спасибо, что смотрели меня Не забывайте подписываться, ставить лайки Оставлять хорошие комментарии Дарить добро До скорых встреч Пока-пока